На Яндекс.Дзене появилась такая статья 24 января «Личная жизнь Николая Цискоридзе и увлечение, о котором мало кто знает». Когда Николай Цискоридзе стал солистом Большого театра, то испытал на себе всю прелесть балетного закулисия. Люди, которые большую часть своей жизни проводят либо у балетного станка, либо на сцене жаждут оправдать свои жертвы. Многие из них готовы идти по головам, скандалить, плести интриги, устранять конкурентов всеми доступными способами. А еще многие из них черной завистью завидуют настоящим самородкам. Нет никаких сомнений, что у Николая Цискоридзе много завистников и недоброжелателей. Шутка ли, он стал самым молодым народным артистом в истории России. Он оброс преданной армии поклонников по всему миру. Он танцевал с лучшими балеринами страны и воплотил на сцене все лучшие образы эсклотического репертуара. На протяжении десяти лет Цискоридзе не выходит на большую сцену, но, как он сам признается, даже сейчас с небольшим лишним весом он станцует лучше, чем большинство из действующих артистов. С Николаем Максимовичем любят беседовать журналисты. Он чрезвычайно образован, начитан, не лишен чувства юмора и с удовольствием делится воспоминаниями своей жизни. Конечно, Цискоридзе рассчитывает когда-нибудь вернуться в Большой театр в качестве художественного руководителя или даже директора. Ну а пока он руководит Академией русского балета в Санкт-Петербурге. Единственное, чего не любит артист, так это делиться фактами из своей личной жизни. Говорит лишь, что является натурой влюбчивой и увлекающейся. Ну а с браком не спешит в силу своей занятости. Да и видит печальный опыт коллег-артистов, которые уже по несколько раз развестись успели. Ведь если ты по 10-12 часов проводишь на рабочем месте, члены семьи обязательно будут чувствовать себя обделенными. В этой связи неизбежны конфликты. За долгие годы, проведенные в элите российского балета, Цискоридзе привык к проискам конкурентов, клевите к сфабрикованным уголовным делам, с фейковым фото интимного характера. Николай давно уже стал толстокожим и лишь посмеивается над завистниками. Пусть стараются, ведь весь негатив, посланный в его сторону, обязательно вернется к ним бумерангам. Он же будет по-прежнему предан своему любимому делу, воспитывая новых звезд балета и страстно желая, что во главе крупнейших площадок страны встанут наконец-то компетентные люди. Любопытно, что на досуге Николай любит вышивать крестиком и гладью. говорит, что этот процесс сродни медитации, мысли в порядок приводит и нервы успокаивают. Вы посмотрите, какая прелесть. Вот так он вышивает. Молодец! Молодец! Молодец!